Дом офицерского собрания в Новой Ладоге, памятник федерального значения, можно сказать, находится в одном шаге от долгожданной реставрации. В бюджете Ленинградской области уже заложены деньги, а в Комитете по культуре вполне уверенно говорят о том, что работы начнутся в следующем году. Одноэтажное деревянное здание. Если присмотреться, то на самом деле оно бревенчатое, но со временем его обшили досками. Несколько раз его перестраивали, несколько раз оно горело. В этом году экспертиза показала, что дом офицерского собрания практически на 100% прогнил. По-хорошему, его нужно разобрать до основания и фактически отстроить заново. Итогом работы экспертов стала проектно-сметная документация. В ней довольно подробно о том, в каком состоянии дошло до наших дней здание, стены которого помнят Александра Васильевича Суворова, а также рекомендации, что разобрать, а что укрепить. По этому проекту здание нашего офицерского собрания, в общем-то, 99% износа древесины. Кое-где до 100% гнили состояние объекта. В Новой Ладоге помнят имя Суворова. Школьники с интересом изучают прошлое родного города, а вместе с ним, так уж сложилось, биографию великого полководца и военную историю государства российского. Вот так выглядела форма солдат судовского пехотного полка. Мундир тогда назывался Кавтан. 24 ноября по новому стилю в Новой Ладоге отметили юбилей Александра Васильевича. 285 лет со дня его рождения. Причем отмечали второй год подряд, поскольку до сих пор историки не договорились, как считать возраст Суворова с 1729 или 30-го. А пока ученые предлагают каждой свою версию, новолодожане продолжают к спорам относиться исключительно философски. Да и будем отмечать мы два раза. Да и будем славить Суворова два раза. Мы можем его славить бесконечно, он этого заслуживает. Поэтому я не вижу здесь никакого прецедента, тем более для детей, для горожан. Ровно год назад дом офицерского собрания Суздальского пехотного полка перешел из собственности федеральной в собственность региональную. Тогда же областной бюджет выделил средства на проектно-сметную документацию. Реставрационные работы обещают начать уже в следующем году. В рамках госпрограммы, которая у нас действует, на следующий год запланировано 22 миллиона. В рамках этих денег мы начнем работать и будем смотреть, поскольку каждый памятник таит в себе все возможные чудеса и загадки. Будем по мере поступления информации от проектировщиков и от производителей работ корректировать проект, для того, чтобы объект был воссоздан. И в дальнейшем там будет музей. Уже весной сюда зайдут реставраторы. В Комитете по культуре признаются, что 22 миллиона – немаленькая сумма для такого объекта. Если, конечно, в процессе работ не вскроются новые нюансы, о которых эксперты на берегу знать не могли. Тут у меня на башпиле нравится.